Сегодня более ста человек за четыре часа стали участниками донорской акции в Чебоксарах. Первоначально планировали, что ее участниками станут чиновники. Мобильная станция переливания крови работала у здания Дома правительства. Но на призыв сдать кровь откликнулись и судебные приставы, и случайные прохожие. С самого утра от мобильной станции переливания крови идут чиновники. Представители министерств, администрация главы региона, комбината питания. Пример своим подчиненным подает глава Минздравсоцразвития. Твоя кровь может кому-то помочь. Вот это, наверное, самое главное. А все остальное, даже ощущения легкого головокружения или легкой слабости, они в принципе уходят на второй план. Вид иглы и сама процедура не для всех приятные. Но вопреки неприятным ощущениям, пришедшие делятся кровью добровольно и безвозмездно. Чтобы пропагандировать такое донорство в республике, добровольцы проходят анкетирование, анализ и обследование. А дальше на процедуру. По словам специалистов, недостатка в крови и ее компонентах в Чувашии нет. Были времена, когда заготавливали лишь 4000 литров цельной крови. Сейчас 15000, и этого вполне достаточно, чтобы покрыть существующие потребности. Но пополнять и обновлять запасы все-таки нужно. Радует, что несмотря на изменение закона о донорстве, количество доноров в Чувашии не сократилось. Ушло только так называемое платное донорство. И то частично платное. Потому что есть те варианты, когда сдается кровь все равно за деньги. То есть это особые группы крови, это подготовка специализированных компонентов крови. То есть это все осталось. Поэтому ушло вот это масштабное донорское движение, которое было там раньше за деньги. На сегодняшний день оно осталось безвозмездным. Между тем, для почетных доноров, это те, кто сдал кровь не менее 40 раз, плазму не меньше 60, предусмотрены дополнительные льготы. Денежная компенсация 11 тысяч рублей в год и право на звание ветеран труда. А для сегодняшних добровольцев награда – паек, чай с печеньем и другое поощрение. Мы, поскольку на выезде находимся, вот около дома правительства, сегодня будет не питание, будет здесь, а денежная компенсация на питание. 120 рублей, две справки на сегодняшний день и на дополнительный день, которые можно присоединить к отпуску. И, конечно же, человек становится безвозмездным донором. Ну, это, во-первых, еще и его статус. Статус, во-первых, то, что он здоров абсолютно прошел. Наши все анкетирования, наши все, сдает он гемоглобин. И, второе, конечно, он поможет. Он поможет другому человеку. И это должно быть самое главное. Тот, кто сегодня сдал кровь, вполне может быть зачислен и в разряд профессиональных доноров. Если, конечно, плазма пройдет карантинизацию и будет признана безвредной для переливания. Ольга Григорьева, Леонид Клейман, Республика.